Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко! Если у вас есть морщины на коже лица. И возможно вы захотите избавиться от морщин в домашних условиях. Тогда я врач, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Могу вам в этом помочь. И я точно знаю, что у вас самый лучший диетолог не смог вам объяснить две простые вещи. Как правильно объединить правильное питание и правильное употребление воды. И ваша пища не может полноценно перевариться и поставить все нужное в кожу. А именно самое главное для того, чтобы избавиться от морщин на коже. Это белки. Это аминокислоты. А также туда должна попасть вода. Которая создаст нужный тургор кожи и морщинки исчезнут. А ваш самый лучший косметолог не смог справиться с ошибками диетолога. И замаскировать морщинки. В этом видео я вам дам сразу несколько полезных советов диетолога. Как избавиться от морщин в домашних условиях легко и быстро. И пожалуй один из самых простых способов избавиться от морщин практикуют многие. А именно когда на ужин попадает специфический набор компонентов. В которых достаточно много воды и поваренной соли. Конечно соленую воду вряд ли вы будете пить на ночь для того, чтобы утром избавиться от морщин. Когда вы пьете бокал пива и рядом у вас находится соленая рыба. Или другие продукты с достаточно высоким содержанием соли. У вас похожая комбинация попадает в кровь. Поваренная соль один из самых сильных влагоудерживающих ингредиентов. Поваренная соль держит воду в кровеносной системе. Нарушается выделительная функция почек. И вода задерживается под кожей. И вы это видите. Утренние либо верхние отеки их по-иному называют почечными. Иными словами у вас происходит простой тест. Благодаря которому вы можете оценить работоспособность ваших почек. И чем меньшее количество пива и соленой рыбы вызывает у вас отеки утром. И вы реально избавились от морщин на лице. Тем хуже работают ваши почки. Похожая комбинация может быть если вы выпили несколько бокалов сухого вина. И использовали твердый сыр. Либо крафтовый сыр. Возможно вы выпили более тяжелые напитки. Например водка. И оказался рядышком как закуска соленый огурец либо помидор. Не важно домашнее либо промышленное производство. В любом случае там много скрытой соли. И если от морщин на лице, на коже лица вы таким способом избавитесь. А также можно снизить кардиологический риск ночью. У вас кровь более-менее жидкая. И сердцу сегодня на сегодня работать легко. Но крови относительно много. И износ сердечной мышцы будет ускорен. А также встреча с врачом-кардиологом также может состояться более-менее быстро или в короткие сроки. Еще один полезный совет диетолога. Можно избавиться от морщин на лице. Если вы знаете как правильно пить воду до еды. Есть эксперты, которые советуют, что утром до еды можно выпить или нужно выпить один стакан воды. Некоторые советуют. Говорят, что этого мало. Нужно перед едой пить два стакана воды. Есть эксперты, которые рекомендуют три стакана воды выпивать перед каждым приемом пищи. Да, я понимаю, экстремальное похудение при этом у вас состоится. Потому что такое количество воды точно нарушит работу пищеварительной системы. И калорий вы не возьмете. А вот морщинки у вас вряд ли исчезнут на продолжительное время. Да, такой гидродинамический удар ваша кожа не выдержит. Она будет отечна. Морщинок не будет, но на долгосрочную перспективу такая рекомендация не работает. Поэтому я бы советовал вам пить максимум один стакан воды перед едой. И не менее чем за час до еды. Только в этом случае у вас наибольшей вероятностью вода покинет ваш желудок и не нарушит переваривание пищи. Если же у вас вялый желудок или вы сократили время между приемом воды и пищи. Некоторые эксперты советуют пить воду за полчаса до еды. Тоже примерно стакан. Вот здесь пищеварение нарушится и проблемы у вас состоятся. Как изменить воду и сделать ее полезной для пищеварения и для вашей кожи. Чтобы избавиться от морщин на коже. Я расскажу чуть позже в этом видео. Этот совет прозвучит несколько позже. Есть еще один полезный совет диетолога. Нужно правильно пить воду во время еды. Некоторые советуют. Говорят можно пить воду во время еды. Некоторые запрещают пить воду во время еды. Я бы советовал вам, сказал бы по-другому. Если вы услышите и будете использовать мой полезный совет диетолога. И пить правильную воду во время еды. Вы действительно улучшите переваривание пищи. И морщинки на коже со временем исчезнут. Если же вы будете пить просто воду во время еды. Нарушение процесса пищеварения. Вновь вздутие живота. Урчание. Обострение дисбактериоза. Может начаться выпадение волос на голове. Могут ухудшиться состояние ногтей. Появится неприятный запах от тела, изо рта. В любом случае, если вы водой нарушили процесс переваривания пищи. Все эти неприятные события у вас могут возникнуть. И у вас появится еще несколько возможностей для лечения. Поэтому советую пить только правильную воду во время еды. Или не пить воду вовсе. Еще один полезный совет диетолога. Часть экспертов советуют пить воду после еды. Здесь временные промежутки абсолютно различные. Кто-то говорит, нужно пить воду через 10-15 минут после еды. Кто-то советует пить воду через 30-40 минут после еды. Третий советует через час. Четвертый через полтора. Кто-то советует через два часа после еды пить воду. Вот как вам в этом многообразии разобраться? Легко и просто с помощью диетолога скачком. Все зависит от того, что у вас было в составе еды. Иными словами, если вы съели порцию мороженого, которое в желудке находится 10-15-20 минут максимум, то ваше правильное время, если вы хотите выпить воду после еды, вы можете после мороженого выпить воду через 15-20 минут после еды. Если вы съели порцию каши, либо макароны, либо хлеб, эти продукты удерживаются в желудке 30-40 минут. И вот здесь правильное употребление воды, для того, чтобы не нарушить процесс переваривания пищи и избавиться от морщин на коже лица и других частях тела, кстати, тоже. Вот здесь ваше правильное время пить воду через 30-40 минут после еды. Если у вас в приеме пищи были более тяжелые продукты, например, птица, рыба, мясо, время переваривания их значительно более продолжительное. И нужно больше времени после еды, для того, чтобы переварить эти продукты, и вы могли с пользой для здоровья выпить воду. И если у вас в анамнезе язвенная болезнь 12-перстной кишки, либо сегодня обострение гастрододенита, то, скорее всего, секреторная способность желудка повышена, время на переваривание пищи сокращается. И вы с пользой для здоровья можете выпить воду раньше. Через более короткий интервал времени после еды. А вот если у вас снижена секреция желудочного сока, то время на переваривание пищи длиняется. И безопасное время для приема воды после еды, также этот промежуток будет значительно больше. Эти особенности нужно знать, и самое главное правильно использовать. Но полезный совет диетолога, как использовать воду, как изменить воду, чтобы можно было не очень высчитывать время после приема пищи в зависимости от ее состава, прозвучит несколько позже. Еще один полезный совет диетолога. Часть экспертов советует пить воду между приемами пищи. И вот здесь вы должны учитывать два события. А именно состав пищи, после которого вы пьете воду, и предполагаемое время следующего приема пищи. Где-то вот здесь можно выпить воду. И это событие может смещаться очень серьезно в обе стороны. Как не нарушить предыдущий прием пищи употреблением воды? Я вам уже сказал, как правильно пить воду во время еды. Перед следующим приемом пищи также нужно высчитать не менее часа. И тогда вы можете выпить стакан воды. Вот здесь наступило то время, когда я подскажу, как изменить эту воду, чтобы у вас было меньше арифметических подсчетов в связи с приемом пищи. И это сделать легко и просто. Достаточно взять вот такой вот гель-алоэ Миндмастер. Я предпочитаю красную формулу. Добавляете в воду. И на ваших глазах просто вода превращается в сокогонный напиток. И уже не имеет большого значения. Вы пьете такую воду до еды, во время еды, после еды, между приемом пищи. В любом случае, если он попадет в желудок с едой, процесс переваривания пищи несколько продлится, но зато эффективно закончится. И вот такую рекомендацию вы можете легко и просто использовать. Количество воды зависит от цели. Во время еды, конечно, не советовал бы пить стакан. Можно выпить и 50, и 100 мл. Между приемом пищи, перед едой, вы можете выпивать и стакан воды такого качества. И будете получать только пользу. Ваш желудок и вся пищеварительная система будет перерабатывать пищу лучше. Белки переварятся более полноценно. И дополнительное количество аминокислот попадет к вашей коже. Для того, чтобы ваша кожа выглядела лучше. И соответственно, морщинки на коже исчезнут. Как еще ускорить процесс восстановления вашей кожи? Как избавиться от морщин на коже? Ну, нужно улучшить кровообращение. Это ключевое слово, когда вы обеспечили правильное питание. И правильно употребляете и пищу, и воду. В этом случае в вашу кровь попадают продукты переваривания пищи и разносятся по всей поверхности кожи. Напомню, поверхность кожи у взрослого человека 1,5-2 квадратных метра. Безусловно, хорошо иметь красивую кожу на ногах, на ягодицах, на туловище можно. Но чаще всего вас больше интересует кожа лица. Возможно, зона декольте. И вот как привлечь больше питательных веществ именно к этим областям кожи? Легко и просто. Многие пользуются этим старым, древним, дедовским способом. А именно, берут полотенце или любую ткань, которая хорошо удерживает влагу, смачивают водой температуры 40-42 градуса, прикладывают к той поверхности кожи, где вы хотите улучшить питание и держат некоторое время. Покраснение кожи говорит о том, что сосуды кожи расширились и питание кожи, усиленное питание именно этого участка кожи, состоялось. Но! Такой метод можно применять исключительно в домашних условиях. Если вы хотите улучшить состояние кожи не только дома, у вас напряженный график, вы перемещаетесь между разными частями планеты Земля, то есть один способ, который можно использовать в лифте, в трамвае, в автомобиле, когда вы стоите в пробке, в самолете можно, в автобусе. То есть в любом месте, где вы находитесь, можно легко и просто использовать. У меня есть такой вот интересный волшебный утюжок, который имеет три режима. Режим первый. Вот он включился. Сейчас поверхность разогревается почти до 40 градусов. И прикладывание к поверхности кожи приводит к тому, что кожа начинает нагреваться, сосудики расширяются, и фактически кровообращение в коже улучшилось. И то питание, которое попало в мой организм несколько часов назад, теперь начинает в большей степени именно к этому участку кожи подходить. Что можно сделать больше? Конечно, тут вам многое посоветует косметолог. Можно нанести питательный крем на поверхность, рабочую поверхность этого утюжка, и включить второй режим. А это вибрации. И фактически насильственным путем на разогретый участок кожи внедрить те питательные вещества, которые находились в том креме, который вы хотите использовать. А что сделать дальше? В том способе, о котором я рассказал, там есть простое средство. Вы берете лед, прикладываете лед и обрабатываете нужный вам участок кожи. Конечно же, нужно быть уверенным и готовым к тому, что растаявший лед в виде воды будет стекать вам за воротник. Тут возможно обострение бронхита, трахеобронхита, даже бронхиальную астму можно таким образом обострить. Здесь все делается проще. Нажимаем на третий режим. И после этого поверхность охлаждается. Приближается температура поверхности к нулю градусам. Иными словами, сосуды кожи спазмируют. И питательные вещества активно впитываются в поверхность кожи. Того участка кожи, который я обрабатываю. Иными словами, более правильное, более интенсивное питание кожи происходит. А будете вы обрабатывать кожу около угла рта, около углов глазом, это уже, как говорится, ваш выбор. Но таким простым способом это легко осуществить. Конечно, можно такой агрегат купить. Стоит чуть больше 100 евро. Я получил его в подарок. Если вы хотите тоже получить такой подарок, не вопрос. Пишите в почту. Хочу получить в подарок вот такой прибор, для того, чтобы избавляться от морщин на коже. Не только в домашних условиях, но и в любых условиях, где можно этот аппарат использовать. Он имеет батарейку, поэтому не привязан к сети. Заряжать нужно, как любой прибор, который работает на электричестве. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. Надеюсь, что часть полезной информации вы услышали. И теперь вы будете более правильно ужинать. Вы будете правильно комбинировать воду в каждом приеме пищи, употребляя правильную воду до еды, во время еды, после еды, между приемом пищи. И легко и просто избавитесь от морщин на коже лица. А также можно подтянуть зону декольте. Тут вопрос времени, вопрос прилагаемых вами усилий. Если это видео принесло вам пользу, какие-то моменты вы можете использовать в своей жизни для того, чтобы улучшить свой внешний вид, не забудьте поставить на это видео лайк. Я вам буду за это благодарен. Если вы считаете, что кто-то из ваших друзей, знакомых, родственников тоже мог бы воспользоваться и избавиться от морщин на лице, сделайте репост. А в следующем видео вы узнаете еще очень важную, на мой взгляд, информацию, а именно к этим общим сведениям, которые помогут вам избавиться от морщин на любом участке кожи, я дам частные рекомендации. И расскажу причины, основные причины, почему развиваются и появляются морщины на разных участках кожи лица. Это видео будет одним из следующих на моем канале Доктор Скачко. Чтобы вы не потерялись на просторах интернета, можете подписаться на мое видео, на мой канал. Поставить это видео в закладке, чтобы следующие видео на моем канале вы видели среди первых. До новых встреч на моих видео-каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко это Ютуб, а также Школа Доктора Скачко в Инстаграм.